Я рассказал вам всё, о чём знал сам, и вы получили кристалл, как я и обещал. Прошу, можете теперь меня отпустить? Вы за это заплатите, Незерские отбросы! Наши действия не останутся незамеченными. Фростборнцы вскоре обо всём узнают и хорошо подготовятся к нашей атаке. Отлично! Пускай знают, что мы идём к ним не с пустыми руками. Но король Незера требует, чтобы мы держали этот кристалл подальше от Фростборна. Зачем ты несёшь его прямиком им в руки? Мне плевать на слова Незерского короля. Этот кристалл поможет нам отомстить голубому ангелу. Это слишком рискованно, сестрица. Их войска расположились вдали от собственного дома, и они сражаются с армией Незера. Прямо сейчас они отчаянно пытаются выжить, чтобы хоть как-то себя защитить. В этом нет риска. В таком случае я доверяю тебе, сестрица. Собирайте все наши силы. Мы атакуем столичный замок Фростборна и достигнем таких высот, каких никогда не достигала армия Незера. И скоро небеса снова будут принадлежать только нам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все в порядке, здесь мы спавимся сами. Лети за Кристаллом! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Неужели ты подумала, что твои жалкие технологии могут превзойти древнюю магию? Однажды я уже победила подобных тебе, и с удовольствием сделаю это снова. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Он представился ее старым другом. Король Незер спрятал тело принцессы в лаве, чтобы возродить ее в будущем. Клиент же хочет, чтобы мы перевезли ее тело подальше от рук короля Незера и его дружков-некромантов. Но откуда клиенту вообще известно об этом лавовом трюке? Эээ, без понятия. Я слышал, что даже лорду Заркасу не под силу воскресить ее. Ведь для этого потребуется очень много энергии. Как у звезды Незера и энрокристаллы вместо взятых. И то, даже этого хватит лишь на запуск ее сердца. Но король Пиглинов какое-то время владел эндерским кристаллом. Почему король Незер просто не мог одолжить его? Он что, совсем тупой? Может быть, король Пиглинов ничего ему не сказал? Но разве они не союзники? Ну, у него могли быть и другие мотивы. Принцесса спасла ему жизнь, возможно, он просто хотел вернуть должок. Хм. Должно быть, это магмовый змей. Ладно, поехали дальше. И что теперь? Расслабься. Это не значит, что змей хочет нас съесть. К тому же он не питается пиглиными. Чувак, это гигантский монстр! Чем ему еще питаться, если не пиглинами? Не знаю. Песком душ. Может, кварцем. Расслабься. Ты слишком зацикливаешься на ерунде. Но это даже несъедобные... Ах, ладно, забудь. Мне платят слишком мало за такую работу. Продолжение следует...